Привет! Мы организаторы 404. Женя, Денис, Руслан и я, Алексей. Мы давно не виделись и иногда встречаемся для того, чтобы встудить актуальные темы, просто поговорить с друг другом. Надеюсь, вам тоже будет это интересно. Сегодня наша тема по инвестиции. Сегодня я в халате. Да, зацените, это охеренно. У меня был вчера день рождения, и у меня халата там сзади написана еще «Падре». Сегодня мы хотели поговорить про инвестиции, вообще в целом то, как каждый из нас относится к деньгам, как планирует это. Но по традиции мы решили забить с самого начала на это. И Денис расскажет очень удивительную историю. Спасибо, Алексей. Я рад вас всех видеть. В общем, некрасиво и совершенно. Калинку-малинку, по-моему, и еще что-то. Давали пельмешки, селеночка под шубой, которая теперь называется «Барби-салат». Там еще был святой отец молоденький. Господь-господь. Да, действительно удивительная история. Ну что, давайте тогда поэта. Спасибо тебе, Денис, большое. Ходи почаще на какие-то странные события, и пусть с тобой приключаются разной степени нелепости фартовые случаи. Это. Ну давайте поговорим про деньги. Давай, может быть, там, Жень, с тебя начнем. Вот как вообще у тебя происходит планирование твоих каких-то инкамов, что ты с ними делаешь? У меня все просто, как всегда, у меня есть табличка в ноушене, даже не одна, совсем. Наверное, я достал одинаковые истории. Но вы задаете такие вопросы, сорян. У меня есть табличка с доходами, у меня нет таблички с расходами, потому что мне от нее было бы грустно. И вообще, в целом, я как-то пытался какие-то инструменты какие-то настроить. У меня есть только доходы, которые я учитываю, потому что я с них плачу налоги, и мне важно их считать руками. И еще раз в несколько месяцев я сверяюсь с остатками. То есть у меня есть табличка с остатками на счетах и с доходами. Вот. Да, в принципе, и все. На самом деле, я пробовал какие-то инструменты, которые вот можно, ну, типа, приложушки модные, которыми можно фоткать чеки и так далее. Но это все настолько вот быстро будет, если честно, что, ну, просто мне это прям невероятно сложно, это все вести где-то в одном месте. Ну, а сейчас же во всех этих, во всех банковских приложениях есть аналитиков, которые показываются. Да, да, это сейчас довольно... И зарубежные не работают, да? Да есть, есть в зарубежных тоже такая штука. Ну, где-то более удобно. Конечно, типа там с Тиньком мало чего сравниться в этом плане. Ну, я не знаю, вот я пробовал пользоваться этой аналитикой, которая в приложениях, но она все равно на 100% все равно не попадает вот в какие-то определенные сегменты. Нет, ну, примерно, да, ты понимаешь, что ты там... Примерно, да. Там самое тупое то, что она постоянно пытается учесть твои переводы всякие, и они попадают в неправильные категории, как будто, ну, ты просто с одного счета себе на другой переводишь, и она это учитывает, как там, типа, доход или расход, и это совершенно не соответствует. Русил, а ты, у тебя как происходит? Ну, короче, если я правильно понимаю, то вот зрители, которые нас смотрят, мы как раз вредные советы даем, как не надо ввести финансы, да? То есть мы не анализируем, мы не смотрим, потому что там что-то надо там делать руками и вообще... Ну, я, к сожалению, тоже, я бросил, я начинал, я сначала вручную пытался все это там протоколировать и записывать, потом появились приложения, в которых начали более-менее там объективно что-то стало показывать, я бросил вручную это делать, но, честно говоря, смысл-то анализа не в том, чтобы красивая картинка, да, надо делать какие-то выводы. Вот, к сожалению, там, до оптимизации своего бюджета, у меня в силу воли не хватило, я признаю, конечно. Но я с другой стороны, да, то есть я больше не по экономии расходов, да, я вот стараюсь в меру свои возможности грамотно распределять. Из-за сэкономленного я вот, я сэкономил на машине, я не стал покупать в очередной раз машину, когда у меня там вот, Денис, я езжу до сих пор на столе, старенькой Дардулетине. Она уже старенькая, прям серьезно. Она уже прям отваливается все, что можно. Какого она года? Да, я езжу на столе. Восьмого или какого? Восьмого, восьмого, да. То есть я вот сэкономил прям реально целую машину. Это, наверное, самое большое достижение. Я помню, как мы с Русланом куда-то ездили, вместе он меня подвозил, и я тогда еще записался в качалку, первый раз сходил, пришел к нему, открыл дверь, и у меня в руках осталась ручка. Мы долго смеялись над тем, что как качалка влияет. Ну а день чего, как у тебя? У тебя же, типа, я так понимаю, что сингапурские там все эти колоссальные расходы на хер знает, ну то есть у вас там все будет кратно больше. Все очень просто, я жалкий человек. У меня просто есть экселька, где я записываю свои ежемесячные расходы, которые, основные расходы, это аренда жилья чудовищные, это школы и садики для детей. Сколько ты платишь за аренду? Ты сейчас садешь с ума, он начнет называть эти суммы. Каждый раз, когда рассказываешь, сколько он что-то платит, у меня, блядь, болит в боку просто, знаешь. Вот я себя чувствую каким-то никчемным человеком просто. Ну в целом, в американских долларах, если говорить, то аренда квартиры для семьи, вот у меня есть двое сыновей, жена и я, небольшая квартира, причем у меня всего две спальни, и одна маленькая, это называется, стади-рум, где я сейчас сижу, стоит где-то такая от пяти тысяч долларов до где-то восьми. Вот. То есть школа для сына, я хожу совсем в недорогую школу, стоит где-то полторы тысячи долларов в месяц, но и детсад там вообще типа тысячу всего долларов в месяц. Вот, поэтому я как жалкий, и вот есть жалкие люди, которые, например, копят деньги на ипотеку, у меня еще хуже, я коплю деньги на налог, потому что тут очень... В первый год я веселился и жил беззаботно, то есть тебе дают деньги, зарплату, и потом в конце года, через год, то есть ты должен заплатить налог, порядка там 12-13 процентов. То есть за весь год сумму, да? За предыдущий, да. У тебя, как называется, довольно... Это, по сути, целую зарплату нужно отдать, там даже чуть больше. Вот. И для таких жалких людишек, как я, предусмотрена уплата налога в рассрочку. То есть, в принципе, как раз правило вход-рубль-выход-два здесь полностью работает. То есть я сейчас как бы каждый месяц плачу за предыдущий, то есть вот я в августе плачу за август прошлого года, там в сентябре буду платить, на сентябрь прошлого года. Но если я соберусь отсюда уехать, мне нужно будет выйти до положа и еще за год найти где-то деньги. То есть... Так что у меня в Excel-ке все аккуратненько. Я пытаюсь, конечно, что-то там сэкономить, куда-то отложить. Кроме крупных, то есть в истории мелкие какие-то тоже записываешь? Да, покупка, например, там, взяли велосипеды, что-то такое. Ну, сейчас после повышения сильных цен на аренду ничего крупного у нас нет. То есть мы... Ну, там можно заполнить, то есть мы куда-то стараемся путешествовать. Да. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, ты сказал про налог. Вот я, честно говоря, у меня есть периодически... То есть у меня понятно, что у меня есть как бы источник доходов, просто обычная там зарплата, которую я получаю. И иногда бывают... Я там типа как самозанятый даю всякие там типа консультации, и мне чертовски нравится, как устроены наши вот эти вот приложения, там, налог физических, просто налог. Вот они, понятно, там есть как бы куча куда придраться, но очень здорово, что у тебя всегда как бы приходят какие-то нотификации, ты всегда прям четко понимаешь, вот что происходит. Вот в Сингапуре есть подобные штуки, или тебе там приходится заполнять какую-нибудь бумажную влогиту делать, или тоже все автоматически? Ну, тут у меня основной заработок, и у меня других практически нет заработков. Это зарплата моя. Ну, ты же пратишь сам налог, получается. Работодатель передает все данные в налоговые, они тебе генерят эту форму. Ну, откуда ты знаешь, сколько тебе денег? Письмо в счастье приходит какое-то или что? Ну, там есть на сайте, и работодатель передает каждый месяц данные. Сколько? То есть это называется здесь PaySleep, причем оно такое и направо, и налево, если что, раздается. То есть надо тебе там получать какую-нибудь визу, ты берешь там PaySleep, еще что-то. То есть тут вообще дикого. Мы хоть снимали на день рождения сына ресторан, и они такие, ну, вы знаете, у нас вот в этот день это будет день государственной независимости, поэтому нам нужно подтверждение, что вы придете и все такое. Мы вот вам прислали в e-mail форму PDF-ную, вы туда вбейте, пожалуйста, данные вашей кредитной карты и пришлите нам обратно. То есть тут абсолютно это нормальная какая-то тема, что я, конечно, туда вбил, эту диспозал, карту из революты, и, слава богу, это не понадобилось, но это абсолютно нормально. Ну, я понял. Ну, короче, у меня, я тоже расскажу, как у меня происходит планирование. Я, понятно, тоже что-то пытался делать, всегда какие-то расходы там записывать, но у меня было смешно. Короче, я понял, что пытаться детализировать свои расходы – это тотальное дно. Я однажды завел, ну, какую-то там систему, условно, трачу, там, не знаю, еда, шмотки, там, не знаю, развлекухи, и у меня там, условно, была такая статья, ее назвал типа то-сё. Я не знал, как лучше ее назвать, ну, типа то-сё, потратил на то-сё, на всякое типа это. И в какой-то момент я понял, что все, что я не знаю, как квалифицировать, я отношу к этому то-сё, и оно у меня занимает процентов 70 моей общей массы расходов. Это какая-то ерунда. И я сейчас все-таки делаю так. Я себе каждый, там, типа, инкам два раза в месяц, я просто на две недели, ну, то есть у меня как бы оставляю карточку, которую я пользуюсь, я просто делаю какой-то лимит денег, который, типа, ну, вот, условно, я должен в него плюс-минус на две недели вписаться. Это без учета крупных покупок, то есть именно просто вот на бытовуху, на какую-то и так далее. И плюс ещё после выплаты всяких там, ну, обязательных расходов, типа там аренда квартиры, ну, это не очень много. Слушайте, ну, у вас же с Женей, у вас же немного, как бы, там, детей, жёны и так далее. Да. У вас история очень простая. Вы должны просто каждый месяц откладывать 20% вашего заработка. Да. И всё. Это правда. Ну, смотри, здесь про 20 я стараюсь, у меня получается... И если вы откладываете в начале месяца, когда ты получаешь эти деньги, ну, не в начале, когда ты их прям получаешь, сразу отложишь 20%, то вам не нужно даже заниматься этой хернёй, потому что у вас и так видно, сколько денег. Ну, день. Здесь, я думаю, что, знаешь, мне кажется, что это не совсем так, потому что... А почему ты думаешь, что ты можешь откладывать 20%, а не 30%, например? А, ну, нет, это уже хорошо. На всю вот эту херню, то, что я называю то-сёд, ты реально просто просрёшь 80% своих денег. Понимаешь, да? То есть на сиськи-массиськи всякие. Ну, и хорошо. И поэтому я исторически просто... Наслаждайся. Да, ну, хорошо. Ну, я говорю, у меня вот как бы основное, то, что я понял, я не умею ни хера экономить, там, условно, на горизонте, там, какого-то месяца, ну, то есть вот поставить какие-то цели, но мне хорошо получается, вот я подвожу итоги всё-таки, там, ну, условно, раз в полгода своих финансовых, то есть, условно, сколько у меня есть остатков. Не раз в месяц, потому что это бессмысленно. Ну, то есть у тебя бывает месяц, когда у тебя, условно, там, не знаю, побольше поездок ты побольше потратил, например, или там, наоборот, поменьше потратил. Вот. И где-то ничего не даёт. А вот если, бать, смотреть, смотреть большими горизонтами и целиться, там, не знаю, в цель по каким-то накоплению сбережений, там, по итогам года, у меня вот это получается, ну, процентов на 70, там, 80, я в свою цель попадаю. Ну, здесь вот, Лёша, про цель хорошо сказал, я тоже, наверное, скажи. Я просто рассказывал с точки зрения экономии, да, с точки зрения расходов, с точки зрения откровения, я как раз этот момент не сказал, что я для себя тоже еще несколько лет назад нарисовал цель, который я хочу достичь, там, как принятие, да, и, соответственно, просчитал, сколько мне нужно откладывать ежемесячно, чтобы я к этой цели приходил, и вот это я, как бы, прям, безукоснительно стараюсь бы дать помощь. То есть, если я в какой-то месяц не смог это сделать, соответственно, я в следующем месяце должен, там, декомпетитировать. И, в принципе, пока у меня, вот, несмотря на все эти, там, кризисы в «Чёрной лебеди», у меня цель пока выполняется. То есть, как она долгая, понятно, что, я иду по траектории. Еще вопрос из чата у нас. Послушал бы ваши мысли про фразу «Бедные платят, налоги богатые не платят». Ой, блядь, ну, мне кажется, мы все все равно бедные. С этой точки зрения мы все бедные. Ну, не знаю, может, кто-то и не бедный, но... Я думаю, что это, да, это не из нашей коборции. Это сильно выше нашей. То есть, есть способы экономить за счет того, что ты вкладываешь в активы, которые меньше облагаются налогами, но это пока не наша история. Не, ну, вот на самом деле, я немножко, путешествовав по странам и ознакомившись с их налоговым законодательством, уже вижу какие-то варианты, где как можно там где-то платить чуть меньше, где-то платить... где-то что-то не платить и так далее. Я, конечно, так не делаю, но в целом это постоянно обсуждается во всяких релаканских чатах и так далее. То есть, допустим, если человек переезжает, опять же... Ну, вот, мне кажется, у Дениса была такая история, когда ты из России, где ты, во-первых, не сам из своего кармана платишь, ну, вернее, из своего кармана, но как бы не явно и не своими руками платишь налоги и переезжаешь в какую-то страну, где тебе надо прям вот... Дело в том, что Денис сейчас описал. в конце года прийти и положить вот столько вот на стол, это, наверное, морально может по тебе сильно ударить. И я вижу, как люди, которые переезжают в Европу, в Штаты или еще куда-то, часто задаются этим вопросом, как можно немножко оптимизировать все эти схемы. Допустим, если ты переехал в эту страну, получать часть денег, часть инкома твоего не в этой стране, а где ты еще, и за счет этого как-то платить по-другому. Ну, здесь же речь не про то, что ты там налоговые нарушения делаешь, да, ты можешь выбрать ту налоговую резиденцию, где тебе более комфортно. Это совершенно легально. Но у нас, кстати, низкие достаточно налоги по сравнению с другими странами. по вопросу из Чата все-таки, я вспомню, про что речь. Здесь действительно, если вы, например, имеете большой процент дохода не от работы, с которой вы платите налоги непосредственно, а уже с ваших активов, то есть, условно, у вас там есть вклад в какие-то сбережения в виде акций, облигаций. И вот если правильно при большом проценте этого дохода правильно их распределять, вы действительно на налогах экономите. вы можете оптимизировать, то есть, там есть всякие схемы разные, переносно на следующий налоговую, то есть, вы можете оптимизировать эти налоги. Но это вам надо тогда иметь доход от собственных активов больше, чем зарплата, по сути. Тогда вы почувствуете эту разницу. Если у вас основной доход эта зарплата, ну, как бы, вы там много не оптимизируете. Ну, и так, давайте, кто где держит деньги, в каких активах, пассивах, банках, хуянках и так далее. Давай, Алексей, с тебя начнем. Да, у меня история самая, наверное, простая. Я вкратце расскажу, что я чертовски рад, что я не стал увлекаться инвестированием до 24-го числа, потому что ровно примерно до этого у меня случился довольно заметный инкам, и я такой прям, ага, дай-ка я думаю, сейчас как все эти деньги, пущу и буду настоящим классным инвестором. И слава тебе, слава, сука, яйцам, что у меня, типа, во мне была какая-то лень, инертность, и я откладывал... Через месяц ты купил? Ну, то есть я начал играть и просто какие-то покупал там российские акции в основном. Чуть-чуть просто вот ради просто посмотреть, как это работает, какие там приложения. И потом и долбанул, соответственно, вся эта ситуация. Вот. И у меня, у меня довольно драматичная ситуация, потому что у меня все мои деньги, все сбережения, они в долларах. И все эти доллары лежат, внимание, в альфа-банке. Номер счета такой-то. Да, ну, блин, там я не знаю. То есть у меня, конечно, как сказать, вот эти деньги лежат, и я не понимаю, что дать с ними делать, потому что их... Подожди, а не было же никакого финансового, уже ослабляли, и ты мог снять их, нет? Я не могу снять их. Я не могу не перевести эти деньги, я не могу снять ничего. Ты можешь снять 10 тысяч долларов, по-моему. Я снял 10 тысяч долларов, причем тоже получилось... Один раз. Ирония, да. Получилось так, что когда все началось там 24-го числа, у меня мой менеджер, я пишу менеджеру, говорю, менеджер, что происходит, что надо делать? Она такая, не суетись. Я говорю, ладно, я пишу через два дня, может, все-таки стоит суетиться? Она такая, ну, не знаю. Я говорю, менеджер, давай, я говорю, сниму, пожалуй, наличных денег. И она помнит, что она мне такая, ну, типа, сколько ты хочешь снять с каким-то таким этим... Раньше надо было... Я говорю, ну... Да, нет, 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 это еще не случилось, 8 марта, это вот 8 марта вышел как раз указ о том, что десятка все лимит. Вот, и я такой... А я такой, ну, тоже почему-то поймал кайф, что, да-да, что я суетиться-то буду? Ничего, я спокойный, как, типа, там, как удав. Вот, я говорю, да, типа, десяточку сниму. Это по твоему совету, кстати, Руслану было, когда мы в барчике сидели, ты говоришь, я снял десяточку. Я такой, ого, надо десяточку снять. И она мне так еще очень классно сказала, ты такой красавчик, что не суетишься. Не то, что вот все мои остальные... Я такой, да, я такой красавчик, не то, что все твои остальные... Вот, и ровно 8... И я заказал деньги ровно на 8 числа, типа, в Самаре забрать. Вот, и ровно 8 числа вышел указ о том, что все, стоп, десятка в руки максимум. Дальше вот до сих пор... То есть, если бы ты, например, седьмого снял десятку, ты бы еще восьмого... Я, возможно, успел бы снять еще... Это настолько, сука, нелепо вот... Подожди, ну и теперь ты больше не можешь снять на валюту никакую из этого счета? Или превратить его в рубли? Я могу ее конвертнуть в рубли. По какому курсу? По какому курсу? По самому дурацкому. То есть, потому что у меня брокерский счет в Альфе... Что такое самый дурацкий? Который обычный их розничный счет. То есть, у меня даже брокерского счета в Альфе, он тоже не работает. Так ты сними рубли и купи на них доллары наличные. Так я потеряю примерно на этих разных спредах там порядка 15-20%. Ну, то есть, у тебя из-за того, что я просто снимаю обычные рубли... Тут вопрос, что ты можешь потерять вообще в перспективе. Ну... Храня валюту в русском факте. В электронных долларах? Слушай, ну, не знаю. Я пока выбрал такой путь, потому что я, честно говоря, другого не знаю. Но то, что я понял точно, сейчас деньги, которые у меня появляются лишние, я их исключить. Они у меня лежат в рублях. Я иногда покупаю... В рублях? Да. Да. Вы большим работаете или что? Ну, знаешь ли, Денис, скажу тебе так, это был, может быть, не самый плохой вариант где-то еще 4-5 месяцев назад, когда рубль был достаточно крепкий. Поэтому моя стратегия такая. Когда есть колоссальная степень неопределенности, лучше не принимать вообще никаких резких движений. Так у тебя заполовинились, если бы ты доллары покупал. Если бы, смотри, Денис, если бы, не работает в этом случае, понимаешь? Это как с историей. Ты посмотри, график за последние 20 лет до доллара, он всегда рост под отношением к рубля. Именно поэтому я все свои сбережения не буду. То есть те, которые у меня есть в долларах, я пока не трогаю, потому что я не верю, что... Они у тебя не в долларах, они у тебя в электронных долларах в банке под станциями. Да. А чего такого? Я вот не понимаю, если честно. Ну, типа, да, у меня тоже лежат в долларах. Перестал получать в России вообще в принципе какой-либо доход, но у меня осталась какая-то часть денег, я их не выводил в принципе, потому что, ну, в России мне тоже деньги могут понадобиться, они просто лежат в долларах. Когда мне надо что-то в России купить, я перевожу немножко из этих долларов в рубли по достаточно нормальному сейчас курсу, покупаю, что мне надо, и они дальше себе лежат. Что может произойти с ними? Ну, вот у меня то же самое, то есть у меня тоже были там пару каких-то таких крупных покупок, я тоже примерно так и делал. Самая вот обидная штука это то, про что начал рассказывать Леша про акции, потому что я в акции залез довольно давно уже, ну, не знаю, году в семнадцатом, наверное, я начал покупать акции и году к двадцать, ну, двадцатому, когда уже начался ковид и уже там все очень сильно упало, у меня уже был такая неплохая просадка, короче. Дальше я сначала немножко стрессанул, потом я все-таки собрался, немножко подкупил, и это даже сыграло очень неплохо. Ну и все, и дальше то, что началось и опять просадки, я тут, короче, ничего просто не доставал по Лешиной же стратегии, пока ничего не известно, лучше вообще не трогать. Но и не до вкладывал, да? Не до вкладывал, я внутри своего портфеля немножко там перераспределял, что-то продам, что-то куплю, но туда я деньги уже не засовывал. Ну, в принципе, сейчас на самом деле ситуация была бы ничего так, если бы не сраный PayPal. Я очень много бабла вложил в PayPal в какой-то момент, там был, если кто-то покупал PayPal когда-нибудь, там был момент, когда они прям вот типа за неделю очень сильно рухнули, вошли в боковик, я такой, ну, это же PayPal, что с ним будет? Еще Аравл, небось. Не, Аравл я, кстати, не брал, ну, потому что все-таки PayPal, он такой, на мой взгляд, более какая-то это такая стабильная компания. Он такой, ну, это PayPal, черт, типа. У тебя больше процентов? Довольно большой. Дело же, как происходит? Ты покупаешь, вот на этом дне, как тебе кажется? И еще через неделю она еще в два раза, короче, падает. Я так, твою мать. Ну, еще-то ниже, она не упадет. Ну, короче, вот это классическая история. Я разбавил, короче, докупил еще столько же. Ну, и в итоге она просто падает, падает уже два года. и, ну, не знаю, сейчас... Не, ну, это же есть даже термин такой, что ни в коем случае делать нельзя. Ну, как бы, есть много других там компаний, с которыми я делал... Так не делайте. Я делал... Может, Падал Денис так не делал? Да, да, да. Я вот так не делал. Я в тебе... Это хорошо звучит. Я так не делал. Я другие глупости совершал. Ну, я прям очень дохера вот бабла потерял именно на Пейпале. Зато, например, какая-нибудь мета, когда рухнула, я взял ее прям в самом низу, и она выросла, вот это прям недавно было, она выросла там процентов на сколько? На 300. Это вторая шелька гоняться до пиков и до дна. Пытаться на дна. Не, понятно. Вообще, в целом, стараюсь долгосрок брать акции. И даже Пейпал я покупал как бы долгосрок. Я не собирался его там вытаскивать в ближайшее время. Просто я смотрю на то, что вот хорошая, сильная компания там с плюс-минус нормальными показателями, и долгосрочно она, наверное, будет расти. Самый главный вопрос к тебе, Женя. Где, ты можешь не называть, где находится твой брокер? Это Тинькофф, к сожалению. Вот это прям прям сразу беги. А уже некуда бежать. Спасибо, спасибо, что ты через два года, нам это говоришь. Я вам это говорил давным-давно. То есть любая книжка про инвестирование начинается с того, что рейтинг брокера не может быть выше рейтинга страны, в России рейтинг недостаточно высокий. Бегите. Я сам давно из Тинькоффу все убрал. еще до того, но тебе сейчас немножко легче, понимаешь, мы, русские люди, не можем сейчас в интерактив брокерс даже ничего открыть нормально. Там все еще есть какие-то варианты. Работать же. Если хотите, давайте я начну рассказать. Давай. В общем, я активный инвестор. Леша сказал термин «играть». Мне кажется, здесь как раз что не надо делать, пытаться играть, но я это тоже делаю до сих пор, совершая эти ошибки. Я отделил игровой счет, грубо говоря, где я там играюсь, и где у меня основная сумма лежит, я там не играюсь. Что я делаю сейчас? К чему я прошел? Я на самом деле перепробовал очень много всяких инструментов там ETF-ы, там ETF-ы, запиф-ы, просто акции «Стокпикинг» называется. что вы говорите, выбрал PayPal, ошибся, да, и выбрал следующую акцию и опять ошибся. Здесь, ну, мой вывод, ETF-ы, в принципе, классная штука до поры до времени, по крайней мере, была до поры вот этого военных действий, да, то есть ETF-ы, которые были в России доступны российскому инвестору без выхода интерактив бронхерсов и другие зарубежные, они там был в Финнекс, вот если кто знает, да, они сейчас заблокированы, слава богу, я вовремя из них вышел, потому что с ними сейчас совсем беда, что вообще непонятно, что с ними будет. Вот, я перешел на акции, отдельные акции, там и российские, и зарубежные, акции разные, то есть я по максимуму зафиксировался по разной истории, там и по компаниям. Вот, в среднем, как бы, я доволен результатом, то есть я, как я вот, чуть-чуть ранее сказал, я иду по плану, и да, у меня есть, я попал по блокировке тоже, там частично у меня там есть акции заблокированные, но, в принципе, я не вижу какой-то такой дикой трагедии, там заблокированные суммы, общая сумма у меня еще большая, до сих пор, насколько я знаю, интерактив брокер разрешает открывать там не в этом дело, знаешь, там смысл в том, что ты никак не сможешь... Риски есть, да, риски везде есть, я не про это, я про то, что у меня на момент начала всего этого уже был большой портфель в Тинькове, вывести его и перевести в интерактив брокерс без огромнейших потерь, ну, просто невозможно, там вообще, я пытался как-то поузнавать, спрашивал там, консультации брал, никаких вариантов. Ну, просто продаешь, выводишь. это, это огромный убыток. И там было, да. У меня сейчас, кстати, не так много в блоке, на самом деле, Тиньков... Никогда не поздно, чуваки, перевести все к нормальному брокеру. Смотрите, вот с точки зрения как бы результата тоже еще скажу, вот про кризис. Я вот, честно говоря, не знаю про ковид, у меня, по-моему, с тобой общались, не знаю, может быть, забыл в детали. У меня с ковидом, наоборот, как точно, достаточно удачно получился. то есть, да, у меня упал, портфель упал, вот, докупил, он вместе с упавшим потом отскочил, у тебя как бы клиб. А я как раз шортил, когда выступил лучше за 35 лет недели, я ее сидел в шортах. Здесь же классический подход на инвестирование, который вот, он тупой, но он реально работает. Работающий просто ежемесячно или там, ежеквартально ты просто докладываешь фиксирую сумму. Усреднение. А, усреднение, вот, не усреднял, это вот как раз Женя усреднял, а это не усреднение называется, это называется как-то там по-другому. Не, ну мне, вот я, кстати, вот я пытался тоже так делать, я знаю про этот подход, он, наверное, мне физически больно покупать, когда вот акция вот так скакнула резко вверх, я не могу. Мне было физически больно, когда на брокерском счету у меня лежали деньги, там, типа, сколько вы, типа, когда колбасило доллар после этого, после СВО, типа, физически, сколько вы потеряли денег, типа, и у меня там, типа, были какие-то просто колоссальные думы, я сидел, думал, блин, ну что это, я не готов, видимо, эмоционально к таким, что ли. Если не готовы эмоционально, каждый месяц, вот как говорит Руслан, берите и покупайте, или каждый месяц бери, Женя, из своего русского брокера и каждый месяц перекладывай по чуть-чуть. Здесь самое главное, что, наверное, забыл сказать, что вот еще очень важный момент, что дает возможность не паниковать вот этих ситуаций, у тебя должна быть подушка, тоже классический жанр, все про это говорят, мало кто делает, но реально у тебя сначала должна быть создана подушка, просто, ну, это правда, реально под подушкой, в банки, где угодно, там, в консервные банки. Ну и в долларах, а не в рублях, алиси. Ну, нет, она должна быть... Только у меня в долларах, только в ненастоящих. В долларах, в долларах. Нет, у тебя нормальная ситуация. День, ну, я потеряю очень много, слушай, я прикидывал миллиард раз еще раз, я тоже мне... Сейчас я уже смирился просто, первое время я очень сильно стрессовал по этому поводу, вот, но все-таки я не надеюсь, что там государство просто не обнулит все эти доллары. Давайте гуру шортист послушаем. Ну, типа, просто сейчас их менять на эти, это бессмыслица просто какая-то. Нет, совет от гуру шортинга, пожалуйста, дети, не шортите. Не нужно вам это. Вот. А совет такой же, как у Руслана, просто по чуть-чуть каждый месяц, и причем не надо выебываться. Вот самые, которые на слуху акции, какие-нибудь там простые, типа, известные... Согласен. Да, и Apple, Microsoft, вот это все, что сверху... По Иппаму. Ну, с Пейппалом мы... Да, или ИТФ, да. Ну, с ИТФ, значит, ими просто скучно. Скучно, да. Они не радуют. В теорию у Уорна Баффета верите про то, что просто надо класть в 8500 и все? Абсолютно. Как я же тебе говорил прямо в сели годах, тот кусок, который я положил когда-то и не трогал, ВИТФ, он у меня показал самую большую доходность, просто потому, что я ничего не дергаю. Нигде не терял. Оно просто росло, росло, росло. И там, так, где я сам что-то пытался... На S&P 500, 100 плюс процентов. Это да. Да ладно. Да. Ты в очень удачный период жизни попал. Нет, наверное, просто долго. Долго, я докупал. Я, смотри, я немножко, в чем хитрю, я не всегда вкладываю сразу всю сумму, которую я могу отложить, но не сразу докупить, то есть там оно перепало, я докупил на эту сумму. То есть я немножко угадыванием занимаюсь, но это тоже неправильно, на самом деле. Правильно вообще не надо даже пытаться угадать. Потому что у тебя на долгом горизонте все это сгладится. Проще вот просто каждый месяц выкладываешь. А все-таки, Денис, не это мы хотели услышать про шорты, а какой-нибудь реальный кейс. Что у тебя было самый топ и самый фейл? Рассказываю, что наступил ковид, начало все падать, из всего вышел, потом подумал, а что это я не использую ситуацию. Начало адско шортить. У меня стало получаться просто фантастически. Просто вот. И когда пик моей жадности достиг, тут вдруг случилась, как потом сказали, лучшая неделя за последние 35 лет, которая, ну я подумал, ну и вкусней. Все равно все болеют ковидом, все, ничего лучше. И лекарства еще не было, ни вакцины, ничего. Еще посижу. И вот я сидел, сидел и чуть не посидел. Вот. Но, слава богу, хватило мне ума выйти из этих шортов, поплакать немного. Нет, слава богу. Ну и пища ладно. Не, не. В плечи я ни в какие, я плечей боюсь. На свои там сидел. Ну то есть технически в шортах там не свои, но как бы без плеч. Вот. Но я там потерял там порядка 30 процентов, наверное, портфолио. В шортах кто вдруг не знает, в чем проблема, что если ты покупаешь лонг, то есть просто покупил акцию, ты потерять больше, чем стоит акция, не можешь. То есть она даже в стоимость в ноль упадет, потеряешь стоимость акции. А в шорте ты можешь бесконечно терять, потому что акция растет, она растет, может бесконечно. То есть ты терять можешь бесконечно. То есть ты можешь потерять больше. Не, ну это, знаешь, это просто и не надо делать дэйли трейдинг дэйли трейдинг это когда ты там дней или в течение сессии пытаешься что-то поймать и это это как бы ты в лучшем случае выйдешь в ноль но ты будешь абсолютно выжат эмоционально и физически это надо что только если профессионально этим занимаешься заниматься этим как хобби это невозможно я тоже хотел сказать такой же примерно комментарий что мы тоже с друзьями когда обсуждаем не надо заниматься трейдингом если только это не твоя работа потому что да на этом наверное можно неплохо зарабатывать но нужно этому реально уделять полноценный рабочий день там 7 дней в неделю потому что ну должен следить из абсолютно там за всеми малейшими новостями и быстро принимать решение потому что на это нельзя делать так что-то там вечерком посмотрел что-то принял какие-то решения потом два дня не приходил вообще не зависит от новостей короче главный совет диверсифицировать и не суетиться потому что я на суете больше всего то есть я вкладывать ежемесячно по чуть-чуть я туда-сюда с теслой потерял там хотя сейчас бы если поставил эти деньги сейчас бы они там процентов 500 были бы если бы если бы не работа этом слушайте а что насчет крипты кто-нибудь хранит какой-нибудь хотя бы у меня чуть-чуть я я кстати на крипте немножко заработал ну то есть по криптовым меркам вообще копейки вот очень смешным способом который позволяет не суетиться тоже у меня в революте настроен рекаринг бай то есть я там покупаю в день там на 10-15 долларов сингапурских там ну на 15 вам долларов я покупаю как цена кружки пива биткойны и на 15 эфира и она каждый день это происходит и в итоге там я ну процентов будет 25 вот за год нарулил и причем я потом что-то мне стало сейчас она в боковике я скинул сейчас опять начал по чуть-чуть покупать но но в целом это знаешь такое я не верю в крипту все равно кстати интересно я тоже не я тоже мне кажется что государство и наши и там сша или любое другое она не даст нормально существовать полностью полноценной независимой валюты и просто зарегулировать сейчас вот вы слушали на на той неделе же объявили цифровую рубль или запустили не но меня просто удивляет что сколько людей могут делать какие угодно эти валюты и кто-то собирается покупать не но это что не просто торговать на форекс просто торгуешь на колебаниях то же самое что происходит если говорить про крипту вот я почему-то если там не знаю пофантазировать куда-то очень вперед я не очень согласен с тезисом с тем что кому никому нахер не нужна будет крипта то есть мне кажется что все-таки тенденция глобальная то есть не в моменте не в моменте там может быть пятилетки десятилетки но она к тому что роль вообще государства нашей жизни она будет переопределена вот как бы сейчас это не звучало абсолютно контр интуитивно мне кажется это все-таки к этому идет если у тебя роль государства целом будет снижаться она будет снижаться жизни граждан то у тебя и будут выпирать какие-то альтернативные инструменты в том числе но в будущем можно про если в будущем про если можно потому что в прошлом нельзя проезд смотри я я не вижу проблем с самой технологии сама технология конечно имеет право на жизнь боя она точно будет использоваться в областях но именно вот ту валюту которую мы сейчас там наблюдаем там биткоин эфир и так проще через пять лет там может быть там появится там поле эфир да там еще чего-нибудь там вечерние масла не ты абсолютно прав в одну секунду может рухнуть это абсолютно прав да нет я тоже я согласен согласен вкладываться в крипту там в какую-то конкретную наверно не надо вот здесь можно сказать что я когда вот опять же нет приводил свои рубли там условно в индонезийские рупии я хер бы знает как я бы это делал без бинанса вот честное слово как как инструмент да почему нет конечно да но это опять же как инструмент некой децентрализации то есть человек неприязан государства говорим как инвестирование инвестирование это говно собачье это факт да это факт я вот могу сказать вот как я тоже немножко заработал я я использовал не не сам биток я покупал акции компании которые добывают майнер биток марафон диджитал риот а когда припал биток я купил они выросли на сто процентов я продал но это как бы стекуляция этот трейзинг по сути только такой растянутый во время за пару месяцев но сейчас да сейчас наверное имеет смысл несколько сильно разных проблем в том что совершенно невозможно предугадать кто выживет да потому что ситуации ну блокернуть из нашей страны и с той стороны к сожалению когда здесь диверсификация нужно получается не только по активам да то есть какие акции там или классы активов покупать вот как здесь правильно говорит надо еще по странам что они не то есть не только в интеракции брокерс надо еще и в россии а лучше еще какой-нибудь в нейтральной стране подбежать да это если тебе я еще часть своих активов в россии инвестировал в бар вот это мне кстати одна из главных мыслей которая мне пришла когда начался но мне очень нравится но с другой стороны знаешь ты говорил хорошо вас ну у нас в целом как у бара есть прибыль но мы ничего оттуда пока не выводили то есть она может в один момент точно также сгореть просто и все вот у меня мысль была знаете какая то есть когда опять же вот я по-прежнему буду скорее всего продерживаться какой-то тактики не сильно типа действовать но очевидно что в целом хранить в будущем так или иначе деньги просто в каких-то деньгах это вот самая фатальная ошибка их точно надо куда-то вкладывать то и будь то сейчас инфляция будет съедать там даже доллар да 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 но я даже подумал опять же с учетом всей геополитической обстановки вот этого непонятной ситуации вкладываться в какие-то понятные штуки типа купить квартиру типа я не знаю там вложиться в барчик какой-нибудь открыть не знаю там маникюрный салон чего угодно любые какие-то твои активы которые себя будут что-то генерить в сто кратру лучше чем любые финансовые институты которых штормит и скорее всего будет штормить в будущем мое ощущение то есть я бы я скорее всего сейчас потихоньку приходить каким-то таким историям пример приведу я смотрел на неделю статистику в москве питеру квартира в долларах упала в два раза она в четырнадцатом году упала за последний год за последние два года в долларах ну я думаю слушай во первых здесь живем же тоже все неоднозначно есть очень разное жилье рублях они немножко даже подросли но в долларах вот такая челек неоднозначного ты просто смотришь на график и все там однозначно нет я неоднозначно с точки зрения как какое жилье то есть потому что среднее жилье это средняя температура по больнице бывает всякое там не знаю литочка не литочка ликвид не ликвид какое у нас резюме что вкладываться кто-то предпочитает в доллары кто-то физические активы типа баров кто-то в акции все мы несем риски давайте я готов устроить меня опрос кто что думает что мне делать с моими долларами в электронных этих как у единицах в альфа-банке разложить яйца по разным корзинам я буду водить то есть тебя смущает например сейчас выводи по 10 сейчас хороший курс просто выводишь делать и чё дальше делать и ячейку складывай у меня лежат тоже в ячейке как раз то есть покупать просто доллар и складывать ячейку точно не покупать бар ты можешь открыть себе еще какого-нибудь брокера и туда как как-то тоже хэзы как закинуть через какой-нибудь финанс только через финанс в интеракциях из россии из россии сейчас очень тяжело надо через нейтральную страну казахстан например открыть через его и торгом тоже через турецкий банк закидывал один раз получилась транзакция прошла второе раз мы все рассказали извините на турки сейчас там по-моему все вообще для русских заблочили все свифты там и так далее ну сейчас друзья кажется мы очень хорошо поговорили на такую актуальную тему как деньги инвестиции мне не знаю мне было здесь я знаю знаешь мне кажется в начале кто-то из нас сказал что мы плохой пример для там людей и мы не даем каких-то ценных советов мне кажется что мы реальный пример типа как это вообще бывает и нахер люди вообще такие такую жуть творят с деньгами и такое у них представление об этом что но мы показали что не надо делать как минимум да во многом я думаю что это полезно будет всем в любом случае мы в отличие от них прочитали не ноль книжек а полторы может быть про это и уже невероятно я еще подписан на youtube дмитрий салозин знаете такого самарского классный чувак я его смотрел смотрел только потом узнал что он из самары прикольно да оказалось что он сосед никого ты снизишь там рядом вот почему у тебя все получается в этом нет мы вообще не знакомы с ним просто ну познакомься самара большая деревня да я начал смотреть а он живет в андорре уже давно дима привет из самары ну это короткая рубрика где каждый быстро говорит что ему нравится одно из двух и кто из тех кому нравится не то что нравится ему вариант такой хром или сафари я и то и то и юзи сафари хром конечно какой нахер сафари на виндос сафари только потому что на виндосе хром это для тех у кого виндос короче я хром тоже голосую я тогда тоже буду сафари сафари прекрасен тем что это дефолтовый браузер который стоит по умолчанию и он охеренно работает в телефоне ты наверное не хром используешь хром использую как его отключить отсюда то есть ты прям в телефоне за другим браузером ходишь это что-то но Руслан сломался, по-моему. Это видовый коп, который никогда не зависает. Все из-за наушников, Руслан. Чего там ржали надо мной? Уже ты не мог там отменить. На монтаже увидишь. Давайте. Денис, задай нам домашку. Да, что я от вас хочу получить? Это будет называться «Поэтический вечер». И у меня есть четыре темы, на которые вы должны сочинить сколько угодно четверостишей. Ну, давайте не менее двух, например, четверостишей. Ну, вы можете использовать искусственный интеллект и так далее, подсказываю. И вам нужно записать на видео, где вы с выражением читаете сочиненные вами стихотворения на заданную тему. Вот, соответственно, выбирайте, кому какое домашнее задание. Номер три. Называется «Моя любимая пара года и почему». Опишите, какая пара года вам нравится больше всего и почему. Что вы любите делать в это время года. Классно. Спасибо. Я номер один хочу. Это называется «Как я провел летние каникулы». Расскажите, чем занимались во время каникулы, какие места посетили и какие новых друзей завели. Класс. Ну, уж как ты провел лето, грубо говоря. Так, у тебя остался... Номер два. Лучший подарок, который я когда-либо получил. Расскажите о самом запоминающемся подарке и почему он особенный для вас. И мне остается мой любимый праздник и как я его отмечаю. Опишите свой любимый праздник, традиции, связанные с ним, и как отмечать с семьей и друзьями. Ну, короче, там должна была история про тебя, да? Как мне в начале выпуск. Темы я попросил в чат-жипетии. Чат-жипетии, темы сочинений для младших школьников. Класс. Вот, вам нужно, соответственно, сочинить, где-то взять телефон, открыть ваш, так сказать, хром и оттуда прочитать и записать видео. Ну, не увлекайтесь, вот. Ну, я подсказываю, что чат-жипетии может помочь вам рифмовать. Ну что, по-моему, получилось очень классно. У меня час ночи уже почти. Ну, вот из-за этого нам, видимо, придется прекратить этот эфир. Это очень из-за этого. Отбросить Дениса, отпустить Дениса спать. И я хочу, наконец-то, попробовать настоечку, которая у меня уже стоит. Приезжай, приезжай. Я даже на нее уже посматриваю. Я, кстати, не сдержался и попробую. Ну, потерпите, попробуем еще. Ладно, друзья, все, спасибо большое. До новых встреч. Спасибо, спасибо. Обязательно напишите в комментах хром или сафари и мак или винда. Хром. Ваше мнение очень важно. Хром или молибден. Все. Специально в турецкую срижку ездил. Похоже, что да. А что, где гель? Гель на тиберислях похож. Куда мы вклиним историю про наливки? Кто готов показывать наливки или мы можем этот сладостный момент отложить? Давайте отложим. Я не смогу показать наливки. Но у меня был модель. Давайте хуй. Ты сможешь показать хуй? Музыка. 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 Музыка.